Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. В моем прошлом видео, ссылочка будет в описании, улов с барахолки была вот такая вот кассета. Акфа-карат, фэрум-хром, третий тип. Подписчики очень захотели, в принципе, ее потестировать. Были какие-то споры по поводу того, плохая она или хорошая, будет ли она записываться или нет. Мне самому очень сильно захотелось. И, значит, давайте мы ее все-таки попробуем на нее подписать, покалибровать и глянем, что у нас из этого получится. Две деки, Technics AZ-6, полностью которая работает в автомате, калибрует. И 950-я Aivo, она умеет все это дело калибровать в ручном режиме. В отражении немножко я буду отражаться. Ну, так уж получается, мне нужно сидеть прямо за камерой для того, чтобы все это делать. На самой кассетке, если вы видите в описании, пишут, что ток под магничивание 70 должен быть, фэрум-хром. Но с учетом того, что нет у нас язычков для определения хрома, значит, как я решил сделать. Значит, сначала мы ее оттестируем, откалибруем в железе в автомате. А потом я тут такую подготовил, у меня есть, ой, что-то у меня фокус пропал куда-то. Есть вот такая вот кассетка, ее разберу, выломаю здесь предохранители, чтобы он определял, что это хром. И переставлю ленту и попробую, что он будет говорить на хроме. Ну что, начнем. Немножко промотаем ленту вперед. Вот так, думаю, хватит. И, ну, с богом, в принципе, комментировать вообще отказывается сразу. Техник скалибровать отказывается сходу ее. Давайте еще промотаем чуть дальше ленту. Может быть, вначале она... Давайте еще раз. Что-то какое-то действо началось. Что-то пытается. Ну, давай, 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 давай. Давай. Ну, вроде калибрует на первом типе. Нет, нет, не хочет он ее калибровать. Не хочет. Хорошо, давайте попробуем Айвой. Что скажет Айва по этому поводу. Так, Б, 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 что же я... Ага, вот она, калибровка. Стоп, что-то я не то нажимаю. Уже подзабыл. Давненько я этим не занимался. Еще раз. Так, калибровка. Запись. Айва тоже не видит. Причем не видит от слова совсем. Давайте промотаем чуть вперед. Блин, балбес. Неправильно я все это делаю. Как говорится, вот давно ж не занимался этим. Калибрейшн. Рэк. На паузу нужно было нажать. И потом. Снять с паузы. Вот. Так, и что смотрим? Что у нас получается? Если все вывернуть в ноль. Ничего. Добавлю на максимум подмагничивание ток. Ничего. Биос. Ничего. Вот. Если в плюс 20 я биос кручу, вот что-то там две, две, вот еле, еле, еле что-то проскакивает. Вывод. Лента, похоже, не калибруется. Ну, давайте тогда хотя бы просто без калибровки попробуем записать хоть что-нибудь. Попробуем сначала техниксом. Что он скажет? Так, что там? Ой-ой-ой. Да это похоже. Наверное, тут ленте совсем амба. Давайте промотаем чуть-чуть, наверное, все-таки. Может быть, в начале лента сильно увалена. Где-то, да, сейчас на середину кассеты. Вымотаю ее. Ну, на 18 минут я вымотал. Давайте. Ну, погнали. Ужас. Скорее всего, убитая лента посыпалась или ее хорошо подживали. Ну, я даже не вижу смысла, честно говоря, ставить на хром. Потому что детонации такие сильнейшие идут. Но это, скорее всего, просто самой ленте уже. Амба. Давайте выключим. Долби. Ну, кстати, долби выключил, чуть-чуть легче стало ей. Ну, ладно. Все-таки давайте, наверное, поставим ее и определим как хром. Там разберемся. Заменил ей ленту. Кстати, вот как кассета выглядит внутри. С лента укладчиками. Вот, значит, сделал я вот так. Вот эта пленка. Феррум хром. Красный ракорд. Выломал я тут как смог. Ну что, давайте смотреть. Ага. Type 1. Не доломал я усики сейчас. Так, ну, все нормально. Дека определила как Type 2. Ну что, калибруем в автомате. Техниксом. Смотрим, что из этого будет получаться. Очень интересно. Вот честно вам скажу. Нет, не хочет. Давайте промотаем подальше. Вымотал я так где-то на середину кассеты. Смотрим еще. О! А тут вот уже получше. Видать, в начале совсем кассетка. Ну, пленка, наверное, подупала. Нет. Вот даже вот так. Даже так. Еще промотаем. Последняя попытка. Я думаю, на Айве уже, наверное, не стоит. Ну, попробовать, конечно, можно. Но, я думаю, из этого ничего не получится. Сейчас попробуем, как он запишет в хроме. Ну, калибровать он. Даже когда он переключился на хром, вы видите, что он перестал ее калибровать. Он даже хуже стал это делать, чем тогда на железе. Давайте на другую сторону перевернем. Я перевернул на другую сторону. Сейчас еще тоже промотаю. Ну, так. Чисто ради спортивного интереса уже. А вдруг? Вдруг что-то получится. Нет. Видите, в хроме он даже ее вообще не пытается калибровать. Если на железе, он там еще один раз прошелся. Ну, теперь давайте на запись поставим. Чисто так. Ради-ради интересу. Ну, поехали. А тут вообще как-то получилось, что... Канал левый. Точнее, правый не дозаписывает. Но то такое дело, то можно... Но... С учетом того, что он ее не хотел калибровать, во втором типе он пишет лучше. Ну, как лучше? Ну, такое слушать нельзя. Ну, пишет, пишет. Вот сейчас сквозной канал. Много низов. Теоретически записать можно. Ну, это все... Вывод. Да какой вывод? Вывод, думаю, их тут всего два. Или кассета просто лежала где-то в очень непотребном месте. Просто посыпалась пленка. Даже три, наверное, вывода. Или ее затягали в усмерть. Хотя, если вот на пленку смотреть, я не вижу, чтобы она была затягана. Нет. Она в хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии. Вот. Или же все-таки от времени акфы все-таки, наверное, сыпятся. Как мне и говорили. Ну, на этом я, в принципе, буду, наверное, и заканчивать видео. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. С вами был я. И Акфа Карат. Феррум Хром. Третий тип. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.